Ну а мы продолжаем. Завершилось очередное заседание суда по уголовному делу о гибели Салтанат Нукеновой. Допрос Конды Кабишинбаева продолжается уже третий день. Сегодня суд приступил к изучению содержания в мобильном телефоне погибшей и результатов судмедэкспертизы. Подробности резонансного дела в материале моей коллеги Тамерис Белял. Уголовное дело о гибели Салтанат Нукеновой продолжают рассматривать. Сегодня суд приступил к изучению сотового телефона погибшей. Накануне гособвинитель открыла конверт с важной уликой. При этом сторона защиты потерпевшего начинает оглашать результаты судебной медицинской экспертизы. По данным экспертов, которые зачитала представитель потерпевшей стороны, смерть девушки наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Смерть Нукеновой наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся острой субдуральной гематомой. В правой лобно-височно-теменной затылочной области, левой теменной затылочной области с последующим развитием дислокационного синдрома и вклинение миндалин-можечка в большое затылочное отверстие, что обусловило нарушение, а затем и прекращение функции центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти. Ранее Кондак Бешамбаев заявлял, что Салтанат сама падала и ударялась о кафель, стены, пол и унитаз. Дело в том, что в первой экспертизе там ясный эксперт говорит, что при однократном падении, получении множественности таких травм, это невозможно. В своих показаниях я указал, что неоднократно она падала. Но я признаю, что я наносил ей побои, я говорил об этом. Но кроме того, я показывал и указывал в своих показаниях, что она и падала многократно, и падала лицом на пол. Это меня и в какой-то степени ввело в заблуждение, что я не понимал, что с ней происходит. Защитники Кондака Бешамбаева против, чтобы оглашали судебно-медицинское заключение. Адвокат подсудимого направила ходатайство о признании озвученного недопустимым доказательством. В зале судебного заседания нет ни одного специалиста в области судебной медицины. И полагаю, что когда придут эксперты на допрос, если они будут вызваны, поскольку нам неизвестен список свидетелей обвинения, тогда будет уместно выяснять этот вопрос, поскольку он будет вызывать множество мнений, как со стороны потерпевшей, так и со стороны защиты, так и со стороны обвинителя. И, возможно, это вызовет затягивание процесса. Участникам судебного процесса также показали приложение к заключению экспертизы. Фотографии погибшей сделаны в момент обнаружения тела и снимки вскрытия. Ранее брат Салтанат Нукеновой просил не распространять изображение тела погибшей. Не знаю, суд позволит, не позволит, сможешь ли это обеспечить, чтобы эти фотографии и видео не транслировались никуда и нигде не публиковались. Помимо этого, я лично прошу каждого из вас, не пожалуйста, даже если вы видите, вы можете текстово описывать то, что вы видели на этих фотографиях, но никуда, пожалуйста, их не публикуйте. Я не хочу, чтобы Салт так запомнил. Допрос Куандыка Бешимбаева продолжается. На сегодняшнем заседании гособвинитель огласила содержимое переписок мессенджерю между Нукеновой и Бешимбаевым, а также личные заметки из телефона девушки. На следующей неделе слушания будут проходить ежедневно с понедельника по четверг. Тамирис Белял, Ержан Рахман Бердиев, 24КИЗ.